Разрешите проинформировать вас о работе, проводимой холдингом Казагра по подготовке к весеннеполевым работам. За период январь-февраль-март месяц национальным холдингом практически во всех регионах страны были проведены выездные сессии, на которых холдингом в рамках прямых встреч сельхозтоваропроизводителем были доведены основные условия финансирования весеннеполевых работ, утвержденные решением Государственной комиссии от 15 февраля текущего года. В текущем году на проведение весеннеполевых работ холдингом планируется осуществить кредитование сельхозтоваропроизводителя за счет всех источников финансирования на сумму 78,3 млрд тенге, а также за счет лизинга 9,5 млрд тенге. Операторами по распределению средств являются дочерние компании холдинга. Через аграрную кредитную корпорацию предполагается финансирование 39 млрд тенге за счет собственных 4 млрд тенге на кредитование сельхозтоваропроизводителя через систему кредитных товариществ. Для поддержки мелких сельхозтоваропроизводителей через систему микрокредитования фондовой финансовой поддержки сельского хозяйства будет направлено 1,6 млрд тенге, в том числе 1 млрд за счет бюджетного кредита на кредитование через микрокредитные организации, а также 600 млрд тенге на прямое микрокредитование сельхозтоваропроизводителя по программе Егенжай за счет собственных средств фонда финансовой поддержки сельского хозяйства. В текущем году продовольственной контрактной корпорации предполагается на закуп зерна направить более 26 млрд тенге, в том числе 13,7 млрд тенге на закуп зерна, государственные ресурсы посредством весенне-летнего финансирования при наличии гарантии банка второго уровня и путем прямого закупа осенью за счет бюджетных средств. 13 млрд тенге на форвардный закуп зерна у сельхозтоваропроизводителей посредством весенне-летнего финансирования под гарантией СПК из расчета 6 тысяч тенге на 1 гектар посевной площади. В то же время Каза-Агрофинансов ведется работа по отбору заявок на лизинг сельскохозяйственной техники для проведения весенних полевых работ. Каза-Агрофинансов за счет внебюджетных источников планирует направить на эти цели 9,5 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом в 2012 году за счет Каза-Агрофинансов было выдано 6,9 млрд тенге. На текущий период из 9,5 млрд тенге Каза-Агрофинансов заключено договоров на 3,9 млрд тенге. Но хотелось бы здесь также остановиться о проблеме, которая была озвучена в докладе министра относительно проблем с импортом сельскохозяйственной техники. И, к сожалению, сегодня сельскохозяйственной техники покупают технику за счет произведенной в странах таможенного союза. Как известно, холдингам в прошлом году на весенние полевые работы произведено финансирование по всем источникам на общую сумму 89,7 млрд тенге. В том числе принято решение о пролонгации займов на сумму 24,2 млрд тенге. При этом холдингам выполнены все обязательства перед республиканским бюджетом. Далее. Вместе с тем, динамика рассмотрения и финансирование заявок сельхозтоваропроизводителей на весенние полевые работы текущего года показывает, что холдинг должен профинансировать сельхозтоваропроизводителей в полном объеме еще до начала весенних полевых работ. Так, по состоянию на 1 апреля текущего года в дочерней организации холдинга поступило 481 заявка на общую сумму 53,3 млрд тенге, из которых одобрено 304 заявки на общую сумму 31 млрд тенге, профинансировано 171 заявка на общую сумму 16,7 млрд тенге. Хотелось бы отметить особо активность по Северо-Казахстанской области, особое внимание удалить по Акмуминской области, по Кустанайской. Как показывает практика прошлых лет, основные объемы финансирования привлекаются сельхозтоваропроизводителей Северо-Казахстанской области, Акмуминской и Кустанайской областей. Вместе с тем необходимо отметить, что программа позволяет развивать различные виды культур и доступна всем сельхозтоваропроизводителям других регионов. Работа в данном направлении продолжается. Хочу обратить внимание, что холдинг, привлекая в текущем году на 20 млрд тенге бюджетных средств, не сократит общую посевную площадь, поскольку данные 20 млрд тенге бюджетных средств мы замещаем за счет собственных средств национального холдинга. Предполагаемое проведение пассивных работ за счет средств, выделяемых холдингом, это порядка 5 млн гектар, что составит 23% от общего объема пассивных. В заключении хотелось бы остановиться на ряде проблемных вопросов, по которым необходимо местным исполнительным органам обратить внимание и усилить работу. Первое. Для участия в программе «Форвард Мазаку» по зерна сельхозтоваропроизводитель должны подать заявки в Координационный совет, созданный Акиматом, где утверждается и перечень сельхозтоваропроизводителей для финансирования. По нашей информации, координационные советы во всех регионах созданы, однако до сегодняшнего дня в продовольственную контрактную корпорацию утвержденные списки на финансирование сельхозтоваропроизводителей представил только Кустанайская область. От остальных областей заявки не представлены, хотя сроки до проведения весенних полевых работ не очень ограничены, осталось фактически нам в течение месяца до финансирования. Это один вопрос, на который особо необходимо уделить внимание. Второй вопрос – это проблема задолженности и неисполнение обязательств по гарантиям СПК по результатам финансирования прошлого года. Об этом, в принципе, мы с января текущего года на всех селекторах говорили. То есть до конца данный вопрос не выполнен. В цифрах я могу озвучить, но хотелось бы, чтобы Акиматы эти обязательства исполнили, поскольку на сумму неисполненных обязательств мы не сможем дофинансировать, соответственно, весенние полевые работы по ряду областей. У меня все. Два вопроса, которые хотелось бы задать Акиматам, которые они должны устранить. Доклад закончен. Продолжение следует... Продолжение следует...